Зомби-муви Индустрия кино побывала на съемочной площадке фильма и встретилась с его создателями и исполнительницей главной роли. Вирус, превращающий людей в нелюдей, выходит из-под контроля по традиционной русской оплошности. И это не единственный национальный штрих в сугубо жанровом проекте, сотканном по голливудскому фасону. Девять с половиной зомби подхватывает настроение разудалого тира из зомби-ленда и переносит его в отечественные реалии. Мы немножко добавили своей стилистики, во-первых. А во-вторых, строго говоря, наши зомби, они не мертвые, они просто болеют. Читала сценарий, но поняла, что почему бы и нет. Собственно, это новое что-то в моей жизни. И плюс, как бы, мне наоборот было круто и интересно, где-то вношусь с автоматом, нежели я там бы сидела с мальчиком, обнималась бы, целовалась бы, ну и чего. Таких вот много у нас. На одну из главных ролей в фильме приглашена певица Юлия Волкова. Продюсеры не скрывают. Бывшая участница эпатажной группы «Тату» – их главный козырь в борьбе за американского зрителя. Картина изначально нацелена на международный прокат, организовывать который будет компания «Рекс.Медиа», ранее уже продвигавшая в США «Дозоры» Тимура Бекмамбетова. Мы хотели взять, во-первых, человека, который я знаю хорошо, а таких у нас, к сожалению, не так много. А во-вторых, это ее образ в целом. Ее имидж, в принципе, такой оторванной девушки, которая готова противостоять хриотизм. Одно дело нас любили, когда нам было 15 лет, когда мы были в галстуках, а другое дело, когда нам, извините, уже по 27 лет. У нас уже теперь новый этап вообще жизни. Свою состоятельность в новом амплуа Волковой пришлось доказывать с оружием в руках. Выйдя на тропу войны, ее героиня прицельно мечет ножи, стреляет из пистолета и крупнокалиберного автомата. На самом деле было сначала не то, что страшно, просто тот человек, который мне давал этот автомат, он мне говорит, знаешь, ты можешь оглохнуть. Как бы вот реально оглохнуть. Я говорю, а беруша. А это вообще ерунда. Съемки девяти с половиной зомби проходили главным образом в Минске. Одна из немногих московских локаций – тренировочный зал, где оттачивают свои навыки мастера каратэ-до. Заразившись, они становятся проблемой номер один не только для живых. Мы их даже в карте, в общем, в других зонах, потому что они нам мешают по ходу кого-то есть, то есть мы их там расшвыриваем. То есть мы это вообще самая злостная, самая такая яркая, неприкасаемая каста, которая там всех несет. Давай, жрем, жрем, жрем. Вадим! Миша! Побежали! Работать, конечно, интересно. Интересно, потому что аварий мы уже сделали десятки, взрывов, горений, пожаров там и прочего мы делали тоже очень много. А вот такие сцены, где идет массовое убийство вот этих вот ужасных существ, в общем-то мы никогда таких вещей не делали, поэтому, конечно, мы много изобретаем прямо на площадке и очень много будет изобретаться во время монтажного-тренировочного на постпродакшен. С помощью графических масок визуальный эффект от грима самых опасных противников будет усилен. Создатели обещают, будет страшно. Страшно весело. Впрочем, добавляют они, будет и о чем подумать. Зомби в картине – не что иное, как еще одна пародия на общество потребления. Культурный феномен живых мертвецов уже породил целую кросс-медийную индустрию. По размерам фанатской аудитории, фильмы о зомби уступают в своем секторе только картинам об оборотнях и регулярно приносят прибыль. Десятка самых успешных «Зомби-мои» двухтысячных во главе с флагманской серией «Обитель зла» заработала в мировом прокате суммарно более миллиарда долларов. Будет в российской картине и свой «Билл Мюррей» – камео знаменитости, чье имя тщательно скрывается. Зато известен съемочный бюджет – 3 миллиона долларов. Сумма лишь относительно небольшая. К примеру, икона зомби-хоррора, картина «Ночь живых мертвецов» обошлась своему создателю Джорджу Ромеро даже с учетом инфляции – меньше, чем в миллион долларов. А лента «Зомби по имени Шон» – еще один источник вдохновения команды режиссера Кирилла Кемница – была лишь вдвое дороже отечественного дебюта в жанре. Субтитры создавал DimaTorzok